Привет! Меня зовут Ира, и я основатель крупнейшей онлайн-школы мехенди в мире. И в этом видео я расскажу, как делать самый удобный инструмент для рисования мехенди и орнамента. Это конус. Люди, не знающие мехенди, иногда называют это кулечком или мешочком. Нет, это конус. Для того, чтобы сделать конус, нам нужна слюда. Это прозрачная пленка для упаковки цветов. Ее мы режем на прямоугольники размером 10 на 15 сантиметров. Конечно же, нам нужны ножницы и скотч. Вы можете использовать иголочки. От толщины иголочки будет зависеть толщина линии. Она нам нужна для того, чтобы сделать удобную дырочку в конусе. Кто-то любит использовать потолще, кто-то потоньше, кто-то вообще использует леску. Но вы можете делать эту дырочку на глаз. Итак, мы берем наш прямоугольничек 10 на 15 сантиметров. Можно чуть меньше, можно чуть больше. Это не принципиально. Мы зажимаем в середине по длинной стороне. Если вы левша, вы делаете все то же самое, только наоборот на другую руку. Я объясняю для правшей. Ищем середину на длинной стороне и отступаем чуть-чуть левее. Левая рука у нас зажимает край, где будет как раз кончик конуса. Правой рукой мы делаем такие ножнички. Указательный палец с внешней стороны, средний палец с внутренней стороны. И начинаем заворачивать наш конус. Большим пальцем мы придерживаем его, чтобы он у нас не распустился. И здесь уже мы можем регулировать его толщину. Кто-то любит более широкими рисовать, кто-то любит более узкими рисовать. Здесь уже вы можете поэкспериментировать и сделать разные размеры. И понять, каким именно конусом вам будет удобнее рисовать. И мы закручиваем наш конус. Вставляем иголочку. И затягиваем. Но затягиваем его так, чтобы иголка легко вытаскивалась, но не выпадала. Затянули. Сделали удобный размер. Регулировать размер мы можем большим пальцем. Если мы большой палец ставим внутрь конуса и будем тянуть пленку на себя или от себя. Таким образом мы можем регулировать и размер, и длину конуса. Здесь у нас остался уголочек, который нам нужно закрепить. Мы берем маленький кусочек скотча, заклеиваем и закручиваем конус. Мы не сминаем конус никогда. Бумага у нас всегда в свободном положении. Мы не перетягиваем ее. И когда мы клеим скотч, мы просто закручиваем, крутим конус в нашей руке. И скотч ровно приклеивается к пленке. Конус готов. Если вы боитесь, что у вас будет протекать хна или краска, вы можете пройти скотчем по всем швам конуса. Вытаскиваем иголочку. Берем хну. И начинаем заливать нашу хну в конус. Тут уже есть плюс прозрачной пленки, потому что мы видим, насколько мы заполнили конус. Вы можете либо сразу заполнить, либо заполнять по чуть-чуть, продавливать вниз и потом опять заполнять. Нам важно оставить здесь какое-то расстояние, сантиметр или полсантиметра. Если вдруг у вас получилось больше или вы испачкали конус повыше, вы можете взять скотч и продлить его скотчем. То есть продлеваем конус скотчем, делаем его выше и таким образом, когда мы зажимаем, у нас хна уже не пройдет выше. Теперь, для того, чтобы отсюда не вылезла хна, мы заклеиваем кончик. Можно вставить иголочку, только потом надо вытащить. И зажимаем сверху. Теперь нам нужно закрыть наш конус. Можно сворачивать улиточку и зажимать с двух сторон, либо сразу подогнуться с двух сторон и сворачиваем улиточку. Здесь нам важно, чтобы конус был под напряжением. Когда он под напряжением, нам намного удобнее рисовать, мы не прилагаем к этому усилий. Мы зажимаем большим пальцем, держим, то есть создаем здесь напряжение, давление и заклеиваем сверху скотчем. Если боитесь, что у вас хна вытечет, вы можете на верхней части конуса пройтись скотчем еще раз. Наш конус готов. Если вы собираетесь рисовать краской, то я рекомендую брать в таких тубах, потому что по консистенции она подходит лучше для рисования из конуса. Наш конус готов. Вы можете проверить конус, вытащить иголочку, либо убрать скотч, зависит от того, как вы закрепили. И из того, что мы делаем конус с давлением, у нас будут вытекать излишки. Вы можете самостоятельно выдавить эти излишки, либо положить и подождать, пока они сами выйдут. Вы не прилагаете усилия для того, чтобы она вытекала. Она очень легко выходит из него и не застревает. Субтитры создавал DimaTorzok